Всем привет! Сегодня мы поговорим на актуальную тему для очень многих людей, которые только начинают бороздить просторы сферических проекций. Оказывается, большинство просто не знает, как с этим работать и что им для этого нужно. Поэтому кратко расскажу, что к чему. Логично, что в первую очередь нам нужна камера. И не простая, а с двумя нет четырьмя, а лучше с шестью. Ну, в общем главное, чтобы не один объектив. Чем их больше, тем выше максимальное разрешение финальной панорамы, а значит и качество видео. Но это не точно. И вот за последние два года нам завезли великое разнообразие готовых решений для съемки 360. Причем как для любителей, так и профи. Разница цен на все это разнообразие, собственно, такая же огромная. Самыми доступными вариантами для начала будут девайсы с двумя объективами, которые позиционируются в основном как экшен камеры и их стоимость не будет превышать 50-60 тысяч рублей. Актуальными моделями сегодняшнего дня являются GoPro Fusion, Teta V и недавно презентованная Insta360 One X. Они обладают достаточно неплохими характеристиками, удобны в использовании и более чем подходят для новичков в освоении сферы. Для профи список камер намного шире и там уже все зависит от ваших задач и бюджета. Так что выбирайте на вкус и кошелек и поехали дальше. Все привыкли к тому, что обычное Full HD видео можно смонтировать и на средненьком ноутбуке. Только не 360. Для начала нужно сшить панораму и только потом уже пилить монтаж видоса с вашего отпуска на Пхукете. В случае с некоторыми любительскими камерами ту же сшивку можно сделать прямо на вашем смартфоне. А вот если вы любитель заморочится, учитывая разрешение съемки от 5К, то тут без хорошего компа никуда. Итак, поделим этапы постобработки видео на двое основные части – сшивка и монтаж. Сшивка, стичинг и вывод панорамы выполняется силами центрального процессора и видеокарты. При этом алгоритм сшивки выполняется видеокартой и быстрее всего на устройствах от NVIDIA. Для владельцев адаптеров AMD Radeon, как и техники Apple плохие новости. Там все это работает плохо. Далее. Сам процесс сохранения в большинстве видеоформатов производится силами центрального процессора. Поэтому если вы потратили все деньги на видеокарту, а процессор у вас из офисного калькулятора, то не удивляйтесь, почему часовая запись вашего отпуска экспортируется пару дней. С простым монтажом все несколько проще. Тут суперкомп не нужен. Тем более, если вы не планируете делать чистку кадра от штатива, случайных объектов и добавлять компьютерную графику, то вам не придется объяснять жене, почему комп за 250 тысяч лучше шубы. В целом я бы поделил комплектацию на три категории. Простой монтаж. Здесь вам вполне хватит какого-нибудь Core i5, 8 или 16 гиг оперативной памяти и видеокарта GeForce GTX 1050 Ti. Достаточно, чтобы сшить контент с любой консюмерской камеры и запилить простой монтаж ролика. Комфорт. Тут вам уже понадобится любой современный Core i7, 7, 8 или 9 поколения, 32 гигабайт оперативной памяти, GTX 1080 Ti или 2080 Ti, ну и естественно SSD диск. Такая сборка вполне комфортно себя ведет с разрешением до 5К. Профи. Тут предела нет. Ну и покупать тачку за миллион я бы не советовал, так как производительность возрастает далеко не пропорционально стоимость. Можно рассмотреть что-то из линейки последних AMD Threadripper или Intel Core i9, 64 или 128 гигабайт оперативной памяти и недавно презентованную Nvidia Titan RTX. Такая сборка вам понадобится, если вы собираетесь заниматься серьезной постобработкой и монтажом в разрешении 8К и выше. Компьютер, за которым работаю я, имеет на борту Intel Core i7-6700K, 32 гигабайта оперативной памяти, GeForce GTX 1070, SSD на 500 гигабайт и два жестких диска по 4 терабайта Western Digital Black. И честно говоря, иногда мне процессора и оперативки не хватает, так как мы уже работаем с разрешением до 8К. И да, кстати, места на диске тоже много не бывает, особенно для 8К панорам. Минута записи запросто может весить 6-7 гигабайт. Для шивки с современных панорамных камер, как правило, есть два варианта. Это фирменный софт, который в комплекте с камерой, и сторонние программы. Фирменный софт в 90% случаев будет халявным, то есть явно не лучший. В нем только самый необходимый минимум инструментов для шивки панорам. Сторонние программы почти всегда платные, но зато если производство 360 видео – это ваш хлеб, или вы просто можете позволить себе заниматься этим углубленно, то этот софт, поверьте, себя оправдывает. После шивки, скорее всего, вы захотите хлеба и зрелищ в вашем видосе. Ну там штативчик убрать из кадра, или что побольше, графику в духе Голливуда, или цветокоррекцию запилить в лучших традициях Инстаграма. И вот добро пожаловать в мир плагинов или дополнительных программ для профессиональной постобработки. Итак, собственно, наш рекомендуемый список ПО. Mystica VR – один из наиболее популярных и функциональных инструментов для шивки панорам, включая стабилизацию. Adobe After Effects – самый популярный софт для производства 2D графики и обработки видео. Уже два года как полноценно поддерживает работу с 360. Adobe Premiere Pro – софт для монтажа видео. Adobe Photoshop – чистим штативы и прочие штуки в статичных кадрах и много чего еще. Boris FX Mocha Pro – плагин для Adobe After Effects. Дарит нам стабилизацию видео, трекинг и удаление объектов из кадра. BCC Continuum – VR-плюшки, ну там резкость, размытие и прочее. NIT Video – по моему мнению, лучший уничтожитель цифрового шума. В ближайшем будущем мы обязательно пройдемся по работе с каждой из них в рубрике Soft Skills и рассмотрим в подробностях способы обработки видосов 360. На этом, пожалуй, все. Ну и не забудьте подписаться на канал, поставить жирный лайк, а в следующем видео я расскажу, как сшивать панорамы быстро и качественно. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok